Всем здорова! Всем привет! Меня зовут Иван. Сегодня я буду показывать вам, как правильно, по-научному, в общем, обоснованно, ну, в общем, чтоб все работало как надо, как правильно поменять термопасту на процессоре. Ну, как это вижу я, процесс замены термопасты, потому что в интернете дофигища всяких там гуру, кто, в общем, как-то по-своему все это дело меняет, там шевелит процессор, шевелит кулер после замены, шевелит кулер, как-то замажет по-своему, по-особому, ну, в общем, в целом, там, технология должна быть одна и та же и обоснована какими-то факторами. Вот, значит, мы имеем такой вот компьютер, старая-старая-старая пыль, я с него сдул, и теперь у меня, значит, есть проблема, что у меня греется процессор, я думаю, что это из-за того, что термопаста там никогда в жизни ни разу не менялась, и она уже родилась, в общем, в пыль, и не отводит, собственно говоря, тепло. С процессора на кулер. Надо эту термопасту поменять, чтобы все сделать правильно. Что вообще понадобится для замены термопасты? Нам понадобится спирт, бедро для мусора, ватные палки, кусок туалетной бумажки, чтобы, если что, все вычистить в руки, там, старую пасту. Что еще? Ну и отвертка, естественно, чтобы снять вот этот вот кулерок. Так, оттыкаем его от материнки, откручиваем 4 линта, снимаем. Вот. Прежде всего нужно стереть старую пасту, как с самого кулера, так и с процессора. В этом нам поможет, нам поможет спирт. Ватные палки, берем ватную палку, мочим спирту и вот как-то... Наверное, на процессор приближусь, чтобы было видно, почему... И так, скорее всего, вот сейчас уже все. Это последний раз. Ээээ... чистим, чистим, чистим. Эту поверхность руками не трогаем больше. Вот как мы ее обезжирили спиртом, все, ее руками трогать вообще запрещено. Даже не дышить туда. Не плюете, не дышите, вообще ничего не делаете, все. Комп нам пока что больше не нужен. Теперь вытираем кулер, процесс точно такой же. Так, вот, собственно говоря, и все. До этой поверхности тоже не дотрагиваемся. Все, не трогаем, ложим в сторону, не дышим на нее. Ээээ... так, спирт нам больше не нужен. Теперь пришло время немножечко удариться в теорию. Теория намазывания термопастой процессоров. Что ж там такого, может быть, теоретического? В идеале вообще, то есть процессор сам по себе должен выглядеть сбоку вот как-то так вот. Это идеально ровная какая-то такая поверхность процессора. И идеально ровная поверхность кулера. Мы их ложим друг на друга. Здесь, значит, вообще нет зазора. То есть, ну, до атома все прям вот чисто, аккуратно. Никаких пылинок, ничего нету. Все плотно прилегает. Но на самом деле этого не происходит. Такого быть не может. Это просто невозможно. Сколько бы вы не чистили наждачкой там, не полировали, чем ходить даже до зеркального блеска, хоть вы там отражение свое увидите. Никогда в жизни не будет поверхность настолько гладкая, чтобы вы могли подложить кулер процессору так плотно, чтобы они так прилегли, чтобы теплопередача была напрямую. То есть срасти их чуть ли не. Ну, я не знаю, только действительно их срасти и сделать их монолитом лучше будет. Самый реальный вариант. В действительности же процессор, скажем, под микроскопом выглядит вот нечто вот таким вот похожим образом. То есть там есть какие-то такие булорки, какие-то неровности, что-то там неплотно, как-то вот не отполировано. То есть, может быть, даже еще хуже, чем я нарисовал, то есть как-то вот так вот вообще. То есть, ну, непонятно. Или там, ну, в общем, с неровностями, если мы приложим плотно, если мы приложим полированный датом опять же кулер, плотно приложим, то вот эти вот неровности, вот эти булорки все это, то есть точки касания процессора, с кулером, будет вот здесь вот, и теплопередачи, естественно, идти не будет. То есть здесь будет тепловая параслойка, а вот здесь точки касания, теплопередачи не падет. Опять же, и наоборот, если же процессор будет вот здесь вот, процессор будет гладкий, а кулер будет неровный, то опять же теплопередача не падет. Что придумали люди, чтобы теплопередача была лучше, чтобы все работало нормально? Люди придумали для лучшей теплопередачи, придумали термопасту. Что такое термопаста? Это значит вот, предположим, есть какой-то там такой вот неровный процессор, вот он, не отполированный, ну даже если он на ощупь гладкий, он все равно неровный. И есть, значит, вот какой-то вот такой вот неровный кулер. Если мы их приложим просто так, будет совершенно все здоровенной теплопередачей, теплопередачи не падет. Люди придумали заполнить это вот пространство, заполнить его термопастой. Термопаста заполняет собой вот эти вот, ну, как сказать, пространства, выбоины, неровности, всякие там, что там рыхлое, нерыхлое, поры, какие-то дырочки непонятные. И таким вот образом создает, ну, какое-никакое прилегание плотное. Ну, а это еще не все. Если вы сделаете вот так, как показано здесь, то есть процессор, здоровенный слой термопасты и кулер. Термопаста выступит в качестве теплоизолятора. То есть через нее все-таки не так хорошо передается тепло, как через металл, через железо, ну, через разного рода металла, через алюминий, скажем там, через ртуть. То же самое не так хорошо передается тепло, как через железо, и она будет в качестве теплоизолятора поступать. Надо мазать, значит, смысл. Это секрет того, чтобы намазать правильно. Он состоит в следующем. И у вас есть какой-то такой вот неровная поверхность процессора. И вам нужно сделать здесь вот очень-очень-очень тоненький слой, который бы заполнил вот эти вот неровности. То есть, ну, естественно, вы не сделаете так, чтобы все было гладко. Какой-то такой, ну, маленькую-маленькую толщину нужно сделать. Очень сильно размазать все это дело. То есть, чтобы здесь вот был очень-очень маленький слой термопаста, который заполнил бы вот эти вот поры, заполнил бы неровности, какие-то там углубления крышки процессора. И вот здесь вот сделать небольшую такую вот из термопасты посередине процессора небольшую бульку. Вот тут. Потом, когда вы будете прикладывать крышку, то есть не крышку, а сам кулер вот сюда, эта вот булька, она разгладится, расползется в эту сторону и в эту сторону. И уже крышка процессора, то есть отсюда, отсюда выдавится термопаста лишняя. Она выдавится, ничего страшного там нет, пускай она выдавится, она ничего там не сделает. И процессор уже плотно приляжет, то есть, ну, крышка, а не крышка, кулер, кулер, алюминиевый кулер плотно приляжет к процессору. Здесь будет маленький-маленький слой термопасты, который загладит и вот эти вот неровности. Можно также мазнуть, конечно, и на кулер маленьким слоем, тоже прям тонким, чтобы вот чисто попало вот в эти вот неровности. Эта вот булька разгладится в разные стороны, здесь отсюда выдавится воздух, он выдавится вот этой вот каплей, если вы будете ровно с центра, то есть, ровно по центру давить. Выдавится лишний воздух и плотно все приляжет. Это вот самый вообще идеальный вариант, которого нужно стремиться добиться, то есть, вот, как хотите, но сделайте вот так. Не вот такой вот бутерброд, он не прокатит. Если же вы намажете, скажем, с этого края, с этого будет, не будет хватать термопасты, то здесь будет фигово, здесь будет хорошо, здесь будет воздушная прослойка посередине, то есть, такая булька воздушная, и опять же, будет плохо работать. Вот самый идеальный вариант, это вот, как мне кажется, вот такой вот. Ну и теперь-то самое время для экшена. Термопаста, КТП восьмая, самое прям вот что ни на есть. Ну, я думаю, не самое лучшее, которое можно вообще придумать. Берем, выдавливаем не сильно большую такую вот каплю, берем палец и вот так вот размазываем по поверхности. Если мало, то наносим еще. Конечно, у меня уже она давно лежит, поэтому она немножечко суховатая, но другое у меня тут нет. Вот, размазываем, 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 да, в принципе, нормально. Это, с этого, там у носика суховатая. Размазываем. Размазываем. В середину наносим одну такую вот бульку, как вот я и говорил. Отлично. 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 Кулер. Ну, то, что у меня есть на пальцах, в принципе, можно это сюда вот вымазать. На кулер этого вполне хватит. Тут прям тоненький слой. Все, вот так вот. Машка. Все, вдираем. Грязные пальцы. В нос не вздумайте этим пальцем плываться. Как одевать все детище, ну, я думаю, вы разберетесь. То есть, это вот штуки отводим назад. Потом ставим на места, в дырки. Ушаться надо уже кулерок. Так бы вообще поставить, конечно, другой. Ну, вроде еще сел. Ну, да. Все. Сел. Зашибись. Все. В комп, в силу того, что он с таким вот говняным помазанием кулера работал вообще пять минут, а потом выключался. То есть, после того, как я пульс не успел. Ну, сейчас я попробую собрать, проверю, но я вообще уверен, что все будет нормально. И цель данного видео была не то, чтобы протестировать комп, а как правильно его помазать. Подписывайтесь на мой канал, если вам видео понравилось. Ставьте лайки. Репостите видосы, если они были вам полезны. Ну, и до свидания. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Пока.